У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах. Часто со множеством дверных звонков. Надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или неженскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно оценивающими глазами. Кто, почему, зачем им это? Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательно. Столько лет прошло, забывается все. Ленинградские дома, квартиры блокадников. Вообразите себе солдата, который живет в сегодняшнем мирном быте, но окружен теми же стенами, предметами, как все в той же землянке, в той же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке, осколков стекла на глянце пианино, пятно ожог от буржуйки на блестящем паркете. А здесь паркет испорчен. Это мой муж в последнее время колол мебель, пока он не умер на этом вот самом диване, вот здесь. Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас и патрон. Чуть налево, если высунуться из любого окна, больница. А вправо газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Мадаевские склады. Из воспоминаний Пенкина и Мины Вячеславовны. Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комнате, уже совершенно замороженной. На этом месте стояла буржуйка. Вывод трубы от нас был в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазали, потому что здесь буржуйка стояла. Усова Лидия Сергеевна. Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные зналезки, за которыми прятала от самолета в свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит. Уничтожу их, война начнется. Бабич Майя Яновну вспоминает и показывает. Блокаду мы остались с мамой вдвоем. В нашей квартире собрались ее приятельницы и сверху пришли. И в этой квартире в одной комнате, которая была дальше всего от улицы, в глубине квартиры, все изгрудились. Стекла были выбиты и одно окно закрывали вот этим ковром. Турецкий ковер ручную работу. Потом от трасс прислонили к одному окну. Осколки снаряда залетали в окна и застревали в стенах. Тут его ленинградцы обстреливали, обрушивали на него смерть, снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь только близких соседей, здоровье потерял. А сейчас здесь же живет как все. Как все, только со всех сторон он окружен памятью. Здесь он простой. С时候 из forever вернемся к истребляю. Стоит по 29 дичь на пятницу. И έ tasting с onda. С·брыскив. Продолжение следует...